и снова здравствуйте всем привет итак давайте заменим значит gt 500 шелби на бэтмобиль и попробуем в этом ролике сделать риг сопла заднего да еле нашел я бесплатный бэтмобиль там тоже сетка была очень сильная пришлось ее чуть-чуть переделывать но сейчас давайте постараемся все это дело сделать заходим в облик нот тройка на нам пади панель включаем скрин каски и погнали так выбираем наш риг и значит делаем control все вот это вот длит у нас остается вот такой риг на который мы сейчас прикрепим значит наш бэтмобиль так файл импорт значит так как fbx находим где он тут находится у нас бэтмобиль папки ждем быстроватенько значит он загрузился выбираем его привязываем его сет к 3d курсору и значит с уменьшаем уменьшаем ровно до тех пор пока он не станет значит более менее соответствует нашему ригу это для тех кто хочет потом использовать этот риг значит для своих моделей в анимации как мы видим что здесь бэтмобиль у нас длиннее уже все нормально капот у него выше тут у него значит какие-то детали будут не соответствует двери нам не понадобится то бишь какие-то кости можно просто тупо угарить сейчас все будем с этим делом разбираться пока у нас все это дело вот в таком внешнем виде да нужно нам что видеть вот эти сопла выбираем сопло и заходим в edit mode вы видите что сетка здесь все здесь копать значит что делаем нам понадобится вот эти вот сегменты сейчас это клавиша но тут сейчас посмотрим как они будут выбираться вроде бы так они отдельные но вы видите что здесь они по моему просто спаянные да было бы плоховато все это дело так делать да так а ну-ка попробуем сначала все верхние поотделять а потом уже посмотрим сначала давайте лпс лэкшин лпс лэкшин лпс лэкшин и тут я на ускоренное вам сейчас это дело промотаю итак вот эта часть у нас отделилась у нас остается какая часть значит вот это внутренняя да и вот эти тоже сопла у нас вот они давайте значит зайдем так в обзор мод выберем нас вот это внутреннее сопло и сделаем английское аж так control z control и и значит все пока скроем это английская аж в принципе вот видите что остается в принципе нормальное сопло верхней части мы можем в принципе не использовать тогда давайте попробуем зайти в эдит мод и опять же повторим то же самое так вот увидите что вот эта часть уже у нас цельная и она не отделяется отделяется только задние это писали чем так вот эта часть тоже хорошая можно и значит использовать но только возможно ее увеличить потому что но она работать не будет она тут видите просто он сделано как а ну-ка попробуем они брюшу отделяется так а ну-ка не вся помог а ну-ка как и легчеем только нажимать нужно тогда вот на эти так писали чем ну то же самое на ускоренной и так сопло значит делено это у нас отдельные сегменты заходим в обзор мод и что можно сделать так у нас вот здесь большая сетка она нам не понадобится мы уменьшим с помощью децимейт она тоже видите тут триангуляциями какими-то сделана значит треугольниками мы уменьшим она внутри нашего организма и значит от 4000 полигонов она будет это нормально так смотрим теперь здесь в принципе сколько у нас так есть вот эту аж мы скроем то вся вот эта конструкция 3259 принципе тут немного полигонов как альт аж двести сорок тысяч полигонов это ну это многовато да как он калузет ну давайте попробуем эти тоже как-то по уменьшать что ли а ну-ка попробуем зайти выйдет английская значит а выбираем вертиксы находим как не вертики мы находим об мэйсбай дистанции значит лимит десоул вот давайте вот так их папа делаем все так это значит опять же я покажу вам на ускоренном и так здесь значит уменьшена все это дело отделено теперь альт аж возвращаем всю нашу конструкцию смотрим двести сорок тысяч полигонов но это 6 детс я не знаю уже все тут по уменьшал откуда это все на быть мобили столько пляшет так давайте попробуем тоже edit английская а мышь лимит десоул посмотрим в каком состоянии будет но в принципе нормальное состояние гайки все все осталось 229 тысяч вертиксов откуда они пляшут я не понимаю вот арматура есть но она не весит ничего лифт вот это кто у нас значит это тело пишем бэд мобиль то это у нас вот эти вот детали у нас да вот эти вот все нормально следом ну давайте посмотрим что с колесами с колесами сетку ну попробуем и тут значит английская а это мышь лимит десоу нормально выглядит так следом вот это значит колесо видит мышь лимит десоу как объект мод следом вот это колесо облегчим ну чтобы для анимации как-то полегче для моего ноута было если у кого-то помощнее в принципе может быть вы это даже не заметите так смотрим дальше смотрим сколько у нас сейчас тысяч полегу сто пятьдесят пять тысяч но как теперь давайте двигатель вот это все облегчим так глаза бросаться не будет надеюсь так что у нас опять же мышь крит лимит десоу сто сорок шесть тысяч полигонов так то у нас еще остался внутри у нас тут еще двигатель есть его в принципе можно вообще удалить чтобы он не весел не фига и значит лимит десоу в принципе все остальное здесь очень низко полигональная уже уже не знаю до чего докопаться даже так сетки диски фары давать ну пары я облегчал как это уже что у нас тут получается то что четыре тысячи как неужели все это корпус вот это да чё тут в корпусе оси на энди вы так а ну-ка покрышки может еще децимейт нить ну да вот колеса уже делаются и видите уже внутри плохого стенка значит колеса полигональные а ну-ка если мы сейчас колеса уберем значит делит 61000 да вот если колеса потом заменить будет сама то ладно все бэтмобиль готов так смотрим что у нас тут есть у нас есть сделаны вот эти вот части и у нас есть тут еще отделенные части да можно сделать двойной выхлоп да вот этот или просто 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 оставляем сейчас я вот этот файл сохраню с деленным значит соплом с бэтмобиль будет этот файл ссылки ссылка значит на скачивание в группе потом можно будет его скачать и значит использовать теперь все они вот эти отделены верхние прикольные нижние нужные ну и какое дело если сейчас мы вот это все посадим на отдельные кости то будет очень много костей есть один вариант допустим давать вот эти вот так control z попробуем вот эти удалить и рассмотрим уже рик сопла там будете вы сами решать насколько вам нужно внутренняя часть возможно ее можно просто сделать допустим с уменьшить и подставить куда-нибудь так это control z привязываем все это с это origin 3d курсору так у нас еще бэтмобиль криво стоит да ну да ладно делаю финт ногой как камеру свет отключаем бэтмобиль что у нас тут делаем конь как арматуру отключаем выбираем все вот эту нашу конструкцию 7 как семерка на нападе и подтянем по центру поставим включим наш рик все колеса попадают как я сразу не поставил видно когда скайл делал он сдвинулся а я не поглядел вид сверху не не проблема не суть вопроса так что тут у нас по новой дам все вы теперь знаете что на этой модели можно вот эти сопла будет потом если вы захотите сделать двойной выкид сопла то значит алю вот эти отделите заново я их сейчас объединил скрою потом посмотрим как можно их будет использовать control j объединяем и так теперь скрываем все что нам не нужно нам нужен значит будет общий рик я буду делать именно в него кости вставлять теперь я отключу аж значит наш вот эту модели отключу все вот эти детали которые не входят значит у нашу анимацию двигатель тоже диски тоже руля значит семерка на нампаде тут так а ну-ка control z alt h и получается значит выбираем все выбираем рик shift левая кнопка мыши сбрасываем и теперь с помощью мох давайте семерка на нампаде бет мобиль перетянем на середину и привяжем все детали к 3d курсору так вот теперь можно значит что сделать нам понадобится выбрать все детали которые не будут участвовать значит так пока аж а не получится да я все буду на аж скрывать тогда потихоньку значит каждую детальку выберем чтоб не зацепить наш рик значит аж двиган тоже аж руль аж диски тоже можно подключать с трубами это аж и вот он еще диск аж теперь что нам нужно выбираем наш рик выбираем edit mode так теперь вытянем тройка на нампаде даже нет не вытянем а выберем какую нибудь деталь так вытянемная да все таки вытянем е с багажника вытянем нашу вот эту косточку сделаем alt p clear parent g подведем его к нашему двигателю семерка на нампаде он у нас выровнен потому что капот тоже выровнен да выберем верх кости и вытянем вот эту косточку вот сюда вот в центр сейчас вы конечно скажете нужно было двигатель просто взять поставить на центр и все это дело сделать а потом присоединить да можно делать и так но я вот решил усложнить это дело теперь оставляю вот эту косточку делаю control i ненужные кости я пока скрою у меня остается значит вот эта кость так четверка тройка это сколько у нас может быть на нампаде ноль это у нас камера ну и будем делать каким образом тройка на нампаде значит теперь ладно выберем вот эту r нашу кость или сделаем делить да давайте у центра сделаем это сделаем shift выберем новую ставим косточку выберем object mode выберем наш вот этот двигатель сделаем ему ориентацию set origin 3d геометрии сделаем r перекрутку теперь мы это все дело подведем к нашему двигателю косточки вот так где то так все это дело есть косточку я думаю что здесь уже все должно быть почти по центру да а ну-ка аж нет не по центру значит выбираем наш двигатель кости пока отключим эту косточку так а что у нас кость получается отдельно нет тогда это нас не устраивает о контр нет она с этой с ригом идет пардонте выбираем наш вот этот так что-то я тут уже затупился да сделаем эту штуку выберем эту штуку и выберем значит через shift вот эти наши все детальки чтоб не зацепить значит основной риг теперь джин а control z не выбралась еще одна деталка так семерка на нам паде в принципе что он в принципе должен быть по центру да так в принципе где-то да он в центре это origin 3d курсору смотрим что у нас тут от курсора значит угу ну в принципе все нормально а ну-ка ну плюс-минус конечно все убираем кости заходим теперь значит в edit mode и какая штука я хочу вытянуть одну косточку на вот этот боковой он именно в бок теперь до середины тянем косточку вторую середину находим и так далее по серединке пройдем вот этот круг так и будет у нас хорошо все так все нормально теперь вот этот вот эту косточку мы делим бом выбираем тройка на нампаде вот эту вниз кости отключаем нижнюю кость через shift левая кнопка мыши теперь семерка на нампаде и делаем первое что это значит значит е и делаем с вытягиваем наши кости так теперь тройка на нампаде давайте мы их поднимем кверху семерка на нампаде сделаем с центр их вот так раз направим во так ctrl z ctrl z так ctrl z я не выбрал значит все косточки нужно выбрать одна не выбралась семерка на нампаде а ну-ка мне нужны все делаем теперь е шелчок и делаем s ctrl z еще тогда придется одну вытащить а ну-ка не хочет одна вытаскиваться ну так тогда сделаем оп и делаем e щелчок и делаем s вытянули теперь делаем тройка на нампаде так единица на нампаде поднимаем все это g кверху семерка на нампаде делаем с убираем их вот таким вот образом так теперь что нам нужно сделать нам нужно теперь сделать е и сделать с еще один ряд вот этих костей теперь мы эти кости значит выбираем все вот так вот делаем alt alt clear parent так вот это тоже alt p clear parent и теперь тройка на нампаде мы их опускаем вниз ну где-то до середины так теперь нижний ряд вот этих костей так нижний ряд вот этих костей мы можем удалить так по так они нам в принципе не нужны но можно их и оставить пусть давайте мы их оставим пусть они держат весь периметр так теперь что мы можем сделать мы от этой косточки вот от главной е еще одну косточку вытягиваем делаем alt p clear parent поднимаем ее кверху делаем с уменьшаем ставим ее где-то ну в этот в эту область теперь значит все вот эти так какие вот эти вот эти все кости нижние вяжем к главной кости control p keep offset так теперь вот эти вот эту вот верхнюю косточку вяжем тоже к ней control p keep offset и семерками нам пад все вот эти косточки вот эти мы выберем и привяжем значит к верхней косточке все выбрали и вяжем к этой косточке control p keep offset самый простой способ можно на движение этой косточки делать или просто на sky я решил делать на sky сейчас посмотрим как это все дело будет выглядеть так ну в принципе все нормально теперь нам нужно все вот эти косточки настроить заходим пост мод выбираем вот эту косточку так семерка на нампаде смотрите что сделаем нарисуем вот эту линию с которой начнем значит делать чтоб потом уже не заблудиться выбираем первую косточку выбираем вторую делаем control shift inverse kinematic чуть у нас ведет всю конструкцию не паникуем и продолжаем все это дело делать таким образом все это дело значит настроено и смотрим если сейчас кроме нампаде до единицы нампаде будем выбирать ее и делать с то у нас видите все раскрывается вот они ну простейшая штука все это дело вот открыла закрыла работает так семерка на лампаде косточки видите что ровненько теперь что мы выбираем надо теперь привязать каждую эту деталь это уже обжиг мод смотрим каждую детальку вот эту семерка лампаде начнем с полоски которые мы нарисовали привязываем каждые ее кости выбираем заходим в пост мод выбираем инверс кинематик и делаем control пи это будет бон и все у так вот теперь по заморочке гоняем их прикрепляем control пи бон посмотрю control пи бон так семерка на лампаде все дошли теперь выбираем нашу вот эту кость управляшечку тройка единица делаем с и смотрим как у нас открылись сопла сопла у нас открылись великолепно как теперь что у нас получается alt s все возвращаем назад у нас теперь еще есть внутренняя там часть а ну-ка тройка на нам паре смотри проверяем если мы сейчас вот это все обжиг мод зайдем по смотр теперь значит выберем вот эту косточку и с помощью мог уведем видите что вниз не привязан что мы делаем заходим уже кнопку выбираем вниз выбираем кость и привязываем низ кости до control пи бон передавайте привяжем наверно вот этот вниз вот эту выберем косточку и привяжем control пи так посмотрим так это получается кость control пи облик тип трансформ как пробуем если сейчас мы зайдем посмотрим и начнем крутить нашу вот эту штуку это стук не привязалась да значит облик нот вниз до кости и жмем по смотр конка опи пусть будет бомб облик нот выбираем наш эту кость мы попробуем отвести все мы и отводим все нормально у нас есть еще вот это внутренняя часть так давайте мы сейчас так вот раз отведем выставим и выберем нашу все вот эти сегменты так мы можем их также подкрутить и будет двойная значит штука работать вот это да но я этого не хочу делать я вот это дело выберу назад и значит просто сделал control джей объединил семерка на нампаде тройка на нампаде выберу вот эти кости зайду посмотрю выберу кость верну все назад на наш пивот так семерка на нампаде насколько это все назад вернулось так нормально выбираем теперь середину вот эту и делаем ей так а ну где она нас тут вот так это не она вот семерка на нападе делами с уменьшаем тип идем шею и делаем опять же с уменьшаем и еще можно там три четыре сегмента сделать так единицы нампаде вяжем все это 3d геометрии поднимаем это выше и значит с помощью там транспоза мы это все выведем вверх тогда теперь зайдем в edit mode включим рентген выберем вниз и сделаем с так ну чтоб покрасивее было да так заходим в обжиг мод выбираем значит теперь нормальный вид выбираем вот эту штуку значит можно сделать чтобы она тоже уменьшалась но тут вариантов очень много для как эта штука потом вот это где у нас нет находим а вот она внутренняя и вот это делаем их control j и привязываем к этой control j так теперь сопла есть все это дело работает только на нампаде теперь смотрите нужно если сейчас мы будем привязывать все это дело к машине то возможно у нас все это дело начнет распадаться так что запоминаем как делается сопло я это все сейчас а значит сохраню чтобы потом вам дать на скачивание так теперь делаем какую штуку зайдем кости выберем зайдем выйдет мод альк вернем наши косточки а то они потом пропадут не дай божа так теперь делаем альк выбираем нашу машину так теперь объединяем control джей какие-то детали допустим вот пока тут все видно да вот так control джей только не за не зацепите значит какие-то детали этакие так где тут она тут должен быть вот здесь должен быть диск и там должен быть диск так здесь у нас еще получается вот этот двигатель который тоже можно объединить пока он нам не понадобится он тоже может крутиться это уже по прошлым роликом вы можете настроить это вообще не проблема на постоянку кручение драйвер добавляете и пассия так control джей так что у нас тут еще присутствует так теперь тройка на нампаде выбираем наш вот эту кости зайдем по смотр выберем вот эту косточку сделаем положим наш двигатель перетянем наш двигатель куда там где он был то бишь на его родное место смотрим насколько правильно он тут установился насколько он сильно выпирать должен или нет так теперь у нас остаются что обжиг нот у нас остается вот это дело пока аж скроем находим так на колесах вот это какие-то детали так вот она деталь мы привяжем к колесу control 3 так все машина вроде бы скрылась но лишних деталей нет alt h возвращаем машину назад стройка на нампаде и теперь настроим наш риг на машину так видите у нас здесь есть капот багажник если тут у вас будет что-то присутствует вы будете назначать и эти кости но пока у нас этого нет значит зайдем в edit mode тройка на нампаде и смотрите что мы делаем капот дворники мы можем значит удалить это значит delete bond потом двери у нас дверей тоже тут нет в принципе зачем тогда нам эти кости delete bond так что еще у нас ну в принципе есть у нас багажник еще ну багажник давайте оставим я к нему хочу двигатель привязать так тройка на нампаде так вот это кто у нас так control z тут двигать двигатель не буду пока так передние колеса убираем и подставляем именно на передние колеса чтобы они попали по центру чтобы потом не было значит требуше ну как всяких там колебаний и так далее так что у нас тут у нас тут теперь тоже колесо так поближе поставим чтобы подловить центр вот где-то он тут да так семерка нампаде в принципе все попало смотрите если у вас колеса как-то там по-другому настроены ну дальше ближе то можно вот эти косточки выбирать и просто передвигать ну вперед там в стороны вперед назад вот такая штука так теперь что у нас получается ну все колеса мы поставили все косточки эти настроены заходим в object mode выбираем всю вот эту конструкцию привязываем ее к set origin 3d курсору так теперь двигатель у нас привязан но двигатель в edit mode я не привязывал так где это косточка вот она по моему вот эта кость я ее приберу привяжу в багажнику control p keep offset только поэтому я ее не удалил багажник принципе вот эту косточку да можно удалить вот а эту можно оставить так теперь object mode назначаем как и по прошлому ролику выбираем нашу машину выбираем наш рик заходим в post mode выбираем нашу вот эту площадку так заходим в object mode и теперь все колеса таким же образом выбираем выбираем значит колесо выбираем рик заходим в post mode выбираем желтенькое вот это колесико делаем ctrl пи бонт и так поступаем с каждым нашим колесом post mode post mode желтые колесиком ctrl пи бонт object mode выбираем подгоняем забираем так теперь что у нас получается еще одно колесо еще одни значит детали post mode колесико желтенькое ctrl пи бонт так теперь обязательно заходим только рик выбираем тройка на нампаде смотрим что у нас произошло значит нашей вот этой частью видите не развалилась если бы привязать ее значит к нашей вот этой косточке которая отвечает за движение корпуса то возможно бы она разлетелась бы так выбираем наш значит рик заходим в post mode выбираем наш вот эту косточку и смотрим что у нас получилось колеса у нас крутятся шикардос диск у нас остался опять да что такое откуда этот диск так ладно давайте сделаем так отведем машину обжиг мод выведем его сюда теперь выберем рик зайдем посмотрю английская а кальдзи альтера 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 с тройка на нампаде зайдем в обжиг ноты нам нужно этот диск назад собачить смотрим куда его подставить да соединим его с колесом control j все надеюсь больше никакая деталь не отпадет так что было изменено изменил я сделал аль g аль и видите у нас двигатель вернулся на круги своя на свое место где он и делался значит теперь не проблема мы его просто поднимем сюда и чтоб такой гадости больше не было мы сейчас это дело пропишем как раз это пишем в timeline а и вокруг все теперь вы можете делать анимации с этим значит монстром смотрим как он тут себя ведет движется за ним двигатель или нет амортизация как у него все амортизация есть аль g аль r смотрим теперь по двигану что тут да как а ну-ка делаем с ну сильно так не надо да а ну-ка и увидите что двигатель нормально вот будет расширяться там сужаться до тех моментов до каких вам надо вплоть до узкого вот этого градуса да ну все все работает все если теперь вы будете делать анимацию она пролетает и ну покажите да там раз дыхнул там значит двигатель там вот такая штука так что еще это значит делаем с о крот оставим в таком положении как что нам теперь понадобится можем конечно сделать кручение нашего вот этого двигателя тоже давайте сразу уже ну раз машину делаем выберем двигатель машину то бишь зайдем в этот мод нажмем английско так л л л английско л л л это мы теперь он не найдем оттуда что потому что сетка изменена а ну-ка так убираем полигоны делаем л попробуем по убирать по полигонам да надо было не объединять но не суть вопроса основной файл с машина есть рик ставлен двигатель настроен вы можете будет файл этой машины фабрикс вы просто закиньте и она уже будет с отделенными всеми деталями так значит мы сделаем пи селекшин теперь у нас вот они еще так c рентген так но те уже многовато выбрал как значит опять же ты а у каэл как делаем пи селекшин выбираем значит наши вот эти лопастя ну и то что мы с двигателя значит выловили так а ну так ctrl c а ну-ка если мы сейчас этот двигатель настроим на светоризм 3d геометрии так ctrl c 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 скаю вот он по y пишем значит решетка фрейм дам укосина ну и пускай крутится где-то 30 ну вот она постоянно будет крутение слабенькое нормально мне нравится так все это будет драйвер работать ну и опять же кости а постойте нам же нужно привязать это все равно машине control key object тип трансформер все двиган работает колеса крутятся теперь нужно цветом настроить да так настроим материал какой-нибудь этакий так че у нас тут есть черный так эти черные тона мне не подходят так я удалим этот цвет и поставим свой матовый вот потом блеск дадим металлом так двигатель ну давайте сделаем серый чтобы хоть как-то выделялся да так вот здесь давайте поработаем это тоже у нас будет значит так это не этот материал давайте свой будем назначать где-то потемнее черный где-то поярче вот так вот теперь кости аж пока откроем так вот здесь блестючий можно поставить вот минус в чем что вот эти вот каждую так вот назначать это очень не интересно так давайте сразу колеса наверно а потом я посижу сейчас чуть-чуть этой фигней позанимаюсь вот колеса пусть будут еды какие черные так а если это тоже сделать вот так а ну-ка так теперь зайдем в эту сторону и чуть-чуть все это дело уменьшим поменяем материал а ну-ка так что у нас тут ну это слишком чё-то блескучая а ну-ка в шейдинге зайдем вот эту металлику уменьшим так уберем арафность поставим так спирку лярчик и чуть-чуть добавим ну и чуть-чуть без металла так доцелая а ну-ка на колеса так а ну-ка что тут еще есть у нас ну вот таким макаром можно еще сделать так двигаем давайте донастроим а ну-ка и а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... По X и Z, значит, вращение вот этого колеса. Получается, тогда мы, может, и не сможем поворачивать. А ну-ка. Так. Нет, всё, мы поворачиваем, всё нормально. А ну-ка, если поворот идёт, теперь мы это дело всё продвигаем. Ну, трясучка вроде бы как прошла, наверное. Ну, а там уже в анимации нас мают. Ну, такая техника. Вот у меня торможение. Всё прикольно. Сопло работает. Двигант крутится. Прикольно. Чем мне анимация, да? Можно её побольше поставить, если вы выберете... Итак, чтобы колёса не тряслись, давайте заходим в полосу мод. Так, пардонте, в обжиг мод выбираем колёса и блокируем X и Y. Ну, и на все колёса такая же дня. Так, потом, что ещё? Сопло. Смотрите, когда вы будете прописывать сопло, то пишите таким образом. Так, заходим, выбираем RIG, заходим в POS MODE и пишите вот эту косточку. Смотрите. S уменьшает, S прибавляет. Вот, просто вводите. И она всё это дело пишет. Ну, пишите через I LOCROD SCALE, потому что здесь изменяется именно размер. Вот у вас оно будет вот так всё прописано. Так, двигатель. Двигатель крутится. Всё зашибись. Видите? Всё классно. Так, колёса крутятся. Машина едет. Можно снимать. Значит, теперь искать модель Бэтмена. Отделить ему. Я не знаю, как он там залазит вообще. Где у него тут кабина, наверное, вперёд откидывается, я думаю. А двигатель, тогда не открывается капот, потому что у него тут, походу, самолёта. И раз он крутится, там чисто цельная дуга стоит какая-нибудь. Ну, а это сопло тоже с самолёта. Всё, всем пока, до свидания. Вот такая, значит, информация. Кому приоделось, поставьте, не поленитесь, класс, чтоб я видел, что не в пустое, так сказать, не в пустоту это дело всё снимаю. Оно, конечно, всё, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok